Дискуссия Вот и подошел к концу первый рабочий день съезда партии «Единая Россия». Ульяновцы успели поучаствовать во всех дискуссионных площадках, но не только послушать других выступающих, а выступить самим, с инициативами и поучаствовать в дискуссии. На площадке «Здоровое будущее» выступила представитель Натальинского местного отделения Елизавета Семеновна. Делегат внесла три предложения, в которых представлен опыт области в решении демографических вопросов. От нашего гостя на съезды сегодня присущало три инициативы. Первая – это сохранение материнского капитала и выплаты пособия по уходу за третьим и последующим ребенком многодетным мамам. Вторая инициатива – это рассмотрение вопроса о выплате заработной платки многодетным мамам и стажей для них. И третья инициатива – это о запрете антисемейных ценностей в средствах массовой информации. Модерировали дискуссию члены комитета Госдумы по охране здоровья. Николай Герасименко и Юрий Копсев. В качестве эксперта в обсуждениях участвовал министр здравоохранения Вероника Скворцова. Опыт региона можно использовать на федеральном уровне. Уверена депутат Госдумы Ольга Окунева. «Большие молодцы администрация области и, безусловно, те, кто участвует в реализации проекта «Крепкая семья», что находят средства в бюджете с тем, чтобы осуществлять демографическую политику. Потому что ведь это основа развития каждого региона, осуществления демографической политики. Если у нас будет увеличиваться количество жителей, то это дальнейшее развитие экономики, безусловно. Поэтому хорошо, что у вас есть инициативы. Знаю, что много внимания уделяет ваш губернатор реализации этих проектов». А на площадке «Быть хозяином в собственном доме» с предложением выступил руководитель регионального исполкома Константин Долгов. «С нового года из платежек исчезла графа ОДН. Как работать в новых условиях?» Об этом говорил Константин Долгов. «Проблема на самом деле серьезная. Люди, конечно, будут планово понимать тот размер платы и это снимет некоторое напряжение. Но вопрос экономической разности и тех потерь, которые в любом случае на кого-то лягут, у нас остается и остается в очень большом объеме быть проблемой. Поскольку он не дает возможности двигаться дальше и развивать наш жилой фонд». В целом ульянская делегация провела плодотворный день на съезде. «Прежде всего, съезд, я думаю, должен подвести положительные итоги прошедшего года. Главным образом это результаты выборов Государственной Думы. Партия восстановила конституционное будущее в парламенте. Это очень важное событие. А что касается перспективы, то, конечно же, надо сейчас приобретать приоритеты в экономике, в социальной сфере, в приоритеты в развитии социально-экономического развития страны. И эти приоритеты должны стать основной платформой предвыборной кампании на предстоящие выборы президента и в региональных выборах». Впереди еще один день напряженной работы. На пленарном заседании ожидается выступление председателя партии Дмитрия Медведева. «Ульяновская правда» будет держаться в курсе событий второго дня съезда. Данил Инздряков, Юрий Конехин. Новости дня. «Ульяновская правда. Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова